Последний раз на лыжах стояла в молодости. Волнуясь, говорит Татьяна Протопопова. В день зимних видов спорта вместе с соратниками по клубу «Активное долголетие» решила вновь попробовать покататься. Эмоции переполняют. Ну, фантастика. Во-первых, лыжи уже совершенно другие, совершенно другая конструкция. Не так, как мы привыкли. Уже, как говорится, снаряжение великолепное просто. Так что все очень нравится, погода позволяет. И вот мы в команде своих долголетов, серебряных волонтеров и молодежь с нами. Студентка Полина катается каждый день и помогает долголетам вспомнить основные движения. Уверена, этот спорт полезен каждому. У вас действуют все группы мышц. И более того, это очень анатомичные движения. То есть никаких нагрузок на суставы, ничего такого нет. Только прибавляется здоровье, уходит лишние калории. И мы счастливы. Эндорфины. Долголет и молодогвардейцы, члены партии «Единая Россия» спортивный день провели активно. Для занятий зимними видами спорта в нашем округе есть все необходимое. Поучаствовать с нашими жителями Одинцовского городского округа, которые неравнодушны к зиме, ко всем видам и хоккею, и скандинавской ходьбе, и, конечно, к лыжам. И самое любимое место сбора – это парк Ларисы Лазутиной. Причем здесь комфортно можно заниматься не только лыжами, но и скандинавской ходьбой. Около шести километров ежедневно проходят Ольга и Зинаида. Пять лет мы уже здесь ходим. Как вот основалась вот эта трасса здесь, и мы пять лет ходим. И вы знаете, спасибо Лазутиной, конечно, чтобы вот эти вот сделали маршруты, по которым мы ходим. Раньше лес и все. В свои 88 они вдохновляют энергией и являются ярким примером того, что спорт закаляет, поддерживает здоровье, дарит позитив и долголетие. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.